Что, в прошлый раз мы… Саша, посмотрели, да? Посмотрел в прошлый раз, да. Значит, с первого состояния. Знание формы себя – знание традиционного существования. Это значит, что форма знает о себе только то, что она есть. Соответственно, о предмете формы… То есть форма не… Является формой и не знает, что она форма. Она о себе знает только то, что она есть. Соответственно, о предмете форма знает только то, что он становится. Форма еще не знает, что предмет становится в качестве одного. Почему не знает? Потому что, чтобы знать, что предмет становится в качестве одного, форма должна знать себя как форма. То есть как тождество. Только знание формы себя… Тождество дает нам знание предмета в качестве одного. А поскольку форма не знает себя в качестве формы, то есть в качестве тождества, то форма и о предмете знает только то, что он становится. Особенность причинности формы… Особенность причинности формы… Форма определяет предмет. Да и форма. Форма определяет предмет, потому что она… Тождество на себе. И в качестве тождества на себе, она, собственно, является причиной. Особенность такого причинения заключается в том… Этот шум, наверное, да? Ну, я видел. Куда не будет света. Не будет света, да. Ну-ка, тут. А… Ну, да. Нет, значит, это достаточно. Нормально, да. Особенность такого причинения заключается в том, что причина, определяя собой следствие, не исчезает. Остается в качестве причины. В этом самом деле особенность, потому что обычно сначала причина, потом следствие. Здесь, когда форма определяет предмет, Форма определяет предмет, Предмет становится в форме. Но форма как причина остается в другом. Поэтому и в первом состоянии мы имеем… Именно эта форма существует, предмет становится. И это не… Что я хочу сказать? Это не две стороны одного состояния. У Гиггера форма и предмет – это две стороны одного состояния. Этот и этот. Есть некая достоверность. Первая. Достоверность, когда форма обнаруживает предмет. Эта достоверность, видимо, простой и есть у Гиггера. И эта простая достоверность, простой и есть, распадается на этот и этот. То есть на чувствную форму и на предмет. Значит, одновременно нельзя. Одновременно у Гиггера и в нем представляют собой одно неразличенное состояние. Если одновременно. Которое состояние, первоначальное и простое есть у Гиггера, распадается на два состояния, которые можно познавать лишь… Как это сказать? Разделенно. Разделенно, да. По очереди. Когда я знаю этот, я не знаю этот. Когда это недостоверно этот, недостоверно этот. То есть, получается, две стороны одной первоначальной достоверности. Здесь иначе. У нас иначе. У нас это одно состояние. Состояние познания формы и себя, как условия предметов. Достоверно. Да, но первоначально это то, что форма существует, а предмет становится. А предмет мы больше ничего не можем сказать, кроме того, что возникает. Возникает. Появляется. Становится. А форма есть. А форма есть. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем следующее. С одной стороны, предмет есть, а форма только, как сказать, будет. То есть, она возникает. То есть, она возникает. Предмет есть, а форма возникает. Это у Гегеля тогда? Нет, нет. А как же тогда форма перевищена? Это что-то новое. Форма есть, а предмет становится. Поэтому форма перевищена. Ага. Ага. Это что-то новое. А вот только что сказали, что точно. А вот что-то новое. А вот что-то новое. Да, например, есть и форма возникает. А, нет. Где? Оговорка. А. Отвертся. 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 Форма есть. Предмет становится. У этого первоначального состояния есть как две стороны, которые проистекают из самой сути становления. А если форма пользуется, то она с одной стороны только еще будет, а не есть. Так форма все-таки становится или предмет? Ну, ты бы плохо. Поскольку предмет становится, то он с одной стороны только будет, а не есть. Он не есть, а он становится. Поэтому форма предшествует предмету. Сначала форма. Форма уже есть, а предмета еще нет. Заметьте, что это одна сторона первоначального состояния мыслей. То есть, как мы говорили, мы это первоначальное состояние мыслей, в нем обнаруживаем две стороны, как в вращательном движении центростремительную и центробежную силу. Две абстракции. Но это абстракция. Потому что само это состояние формы уже есть, а предмета еще нет, предполагает пустую форму, что невероятно. Пустая форма может быть мыслей, как форма, только в качестве абстракции. Действительное состояние мыслей заключается в том, что форма есть и в этой форме становится предмета. И только абстракция от этого первоначального действительного состояния, его моментом или стороной, является ситуацией, когда форма уже есть, а предмета еще нет. Это не что? Это не погода приходит за телефон. А зачем? А я не знаю, как отключить. С услугу. Не все сообщается. Сколько стоят роллы? Как получить астасивность? Что-то, что-то. Соперите, знаете, грому за пятью времен. Кажется, два часа и меня. Вы еще за это платите, что самое смешное. Наверх. Подозреваем. 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 Как избавиться от потока информации. Это бы, о чем-то занят все время. Смотрите и смотришь так, роллы теперь что-то. Дешевко кожу стеклата и тихо. Так так. Как раз так. Я все время. Я даже с врагом. Ты только задумался о становлении формы. Не знаю, не знаю. Вот так вот я отказался, конечно, а на то, как бы, не смог. Так что вот эта ситуация, когда форма есть, а предмета ещё нет, представляется собой абстракцию, от некого действительного состояния мысли, которое заключается в том, что форма есть, а предмет в этой форме становится. С другой стороны, поскольку предмет всё-таки становится, то есть разникает, то поскольку он возникает, форма в нём исчезает. То есть бытие. Бытие формы исчезает в этом предмете. Форма не отличает себя предметом, поскольку он становится. Поскольку он возникает, появляется. Это же построение, я видите, построил со стороны предмета, становящегося. Понятие становления, с одной стороны, предполагает, что предмета ещё нет, а с другой стороны, предполагает, что становимся, возникает. То есть это двойственность, понятие становления предмета рождает, это возможности двух абстракций и действительного состояния мысли. Можно, видимо, рассуждать и с позиции формы. Потому что о форме мы сказали, что форма есть форма, но не знает себя как форма. Можно рассуждать так, поскольку форма является формой, то есть чем-то старше и причиняющим, то она предшествует предмету. А поскольку форма не знает себя как формой, то она исчезает в этом становящемся предмете. Получается, как мы считаем, не очень проблем с усуществлением метода этого движения, но, может быть, получается, что можно рассуждать со стороны становления предмета, можно со стороны старшести формы. Можно выигрывать ситуацию о становлении предметов формы, а можно выигрывать ситуацию, что форма является чем-то, но не знает этого. Еще раз, поскольку форма есть форму, является формой, она предшествует предмету. В том смысле, что она есть уже, а предмета еще нет. Но, поскольку форма не знает себя как форму, она принесет себя в отношении. Получается, что некое действительное состояние мысли, которое назовем «есть», то есть можно это действительно состояние мысли назвать «есть». Оно предполагает, именно не две стороны, а предполагает некоторое определенное состояние, когда форма есть, а предмет становится. Это не по одному состоянию. Это не по одному состоянию. Не две стороны по одному состоянию. Тут нет сторон. Форма есть, а предмет формы становится. Или просто «есть» и становится. Есть и возникает. А когда «есть» уже становления нет, что ли? Ведь можно понимать «есть» как некое промежуточное состояние, когда предмет еще не стал, он еще становится, но форма есть. Или «есть» – это уже предмет стал, форма есть, все есть. «есть» – это уже «есть». Нет, предмет не стал, предмет становится, он никогда не станет. Ему это не грозит, предмет сам, всегда будет становиться. Так или иначе. А форма есть, и всегда будет состоять актуальности. И первоначально, что-то простое – «есть» или «есть» или «есть» или «есть» или «есть» и «встановление». Так а зачем предмет-то нужен? У меня всегда поражение. Вот есть форма, она уже ставшая и готовая форма. Зачем в форме нужен предмет? Потому что она не дана себе как форма. Она просто есть. Для этого мне нужна предмет, чтобы лести для себя как форма. То есть форма существует только в том случае, если… Если форма не становится. То есть, значит, условием существования формы является предмет? Условием данности форма себе как форма являются становления предметом. Условием данности? Да. Условием данности формы себя как формы является становлением предметом. Но это не только так, но еще и просто предмет является форма того, с чем условиям простого буддийства и формы. То есть, а не только данность формы, сектор формы, но еще и простого буддийства и форма становящийся предмет является условием. То есть предмет не уничтожен, вот что важно? Ну, не совсем, в смысле это, не совсем. А мы говорим о первичности формы, вот что удивительно. Как это оно должно быть равноправие? Ну, первичности, очень интересно здесь, знаешь, что здесь первичность? Потому что бытие здесь и бытие формы, вот в этом смысле первичность. Конечно, первичность. Бытие не есть те сравнения предмета, а быть это значит быть это значит быть формой. Первичность. Но с другой стороны, ты говоришь, что форма не существует без предмета. Да, без становления предмета, да. Значит, условия бытия буддийства не является становлением в этой форме. Правильно. И в этом смысле в некотором смысле это становление является тоже первичным, да. В общем, я не знаю, как назвать это первоначальное состояние эмоции и форма, если предмет установится. В общем, я не знаю, как назвать это первоначальное состояние эмоции. А форма здесь можно сказать только просто и есть. Так вот, когда мы и форма в себе находят две стороны, правда форма находит эти две стороны. себе при условии существования предмета. Форма находит два своих состояния по отношению к предмету. То есть из одного действительного состояния форма эти предметы становятся. Форма в себе обнаруживает две абстракции. Две стороны, два момента. Один момент. Форма есть до предмета, как пустая форма. То есть формы есть, а предмета еще нет. А с другой стороны, форма обнаруживает в себе другое состояние, когда эта форма нет. Она исчезла в предмете, поскольку он появился. Она не ощущает себя от предмета и исчезает в нем. Поэтому в своем есть, которое форма определяет по отношению к предмету, форма обнаруживает есть, закороченная с абстракцией, и нет. В простом есть форма обнаруживает простое есть, и простое нет. Это что? Это рефлексия формы в себе. Познание формы в себе и рефлексия заключается в том, что форма обнаруживает в себе две эти стороны. Есть она обнаруживает, есть и нет. Соответственно, в самой форме обнаружены эти моменты. Эти моменты обнаружены в самой форме. То есть в самой ситуации в действительном состоянии. Форма есть, а жизнь не становится. Это моменты, которые форма обнаруживает в своем действительном состоянии, в котором участвует предмет. Обнаруживая эти два момента, а на самом деле форма сталкивается с ситуацией... С какой ситуацией? Один момент, выделенный в качестве момента мыслим. То есть форма есть, до предметов. Вот этот момент. Форма есть, до предметов. Это абстракция. Это сторона или момент. Так вот, абстракция мыслим только в том случае, если мы ее держим за абстракцию. Иначе получится действительность пустой формы, что пустить. Что-то бывает. А второй момент, выделенный в качестве абстракции. Именно в качестве абстракции, это еще одна. Это немножко странно. Не, а не является ли это второй моментом? У нас получается, что небытие в каком-то смысле есть. Не получается ли второй момент, что есть предмет. Вот в первом случае есть форма, так вот, абстрактный момент. И ударение на то, что есть форма. А во втором случае форма как бы исчезает и появляется предмет. Ставший. Он появляется в вашем себе форме? Нет, он появляется как в старшем форме. Есть абстрактная форма, в нем становятся предметы. Есть как бы ставший предмет. Форма себя воплотила в предмете и исчезла как нечто чистое. Исчезла как чистая форма. Стала некой формой предмета. Или как сказать, просто предмет, лучше говорить. Она исчезла не как чистая форма, она исчезла как форма. Как действительное состояние. Есть действительное состояние. Форма есть, без нее становится. или просто есть и становится. Вот это есть распадается на абстракцию. Есть до предметов в чистом виде и нет. Так почему нет? Что значит нет? Форма же не может исчезнуть. Слово нет не очень понятно. Потому что абстрактность чистоты это понятно, а нет это что значит? Поскольку предмет возникает, поскольку форма не знает себя как форму, то она не отличает себя от возникающих предметов. И так само исчезает от пола. Компетитное состояние мыши. Она же исчезает в этой абстракции. Она не вообще исчезает, а исчезает в этой абстракции. Получается такая ситуация. В действительном состоянии формы мы выделили две абстракции. Одна из которых в качестве абстракции не мысль, а другая в качестве абстракции мысль. Форма до предмета может быть только абстракция. Не может быть в действительном состоянии формы. Но она в качестве абстракции удерживаемая как абстракция мысль. А форма не отличающая себя от предметов, есть абстракция тоже. Но поскольку мы ее как абстракцию исчезняем, она так само исчезает. Таким образом в форме исчезает один из моментов, которые в ней есть. В форме исчезает один из моментов, которые в этой форме не есть. Форма себя рефлексирует, то есть обнаруживает эти два момента, которые в ней есть. И тем самым выясняется, тем самым избавляется от одного из моментов. Сам акт рефлексирует разделение формы до два момента. Есть избавление от одного из моментов как не мысли. Это и есть переход к другому состоянию, действительному состоянию формы. От одного действительного состояния формы переход к другому. Каким образом? Путем исчезновения одного из моментов, которые в первом состоянии формы, в другом. То есть у нас получается один немыслим, а второй невозможен. Выделить чистое формы невозможно. Это у нас ситуация, когда форма торжественного элемента, это немыслимо. А вторая ситуация, которая форма рефлексирует чистой формы, невозможна. Как действительно невозможно. Ну и ситуация получается где-то посередине. Истина. А переход к другому. Из двух абстракций, которые есть в форме, и из двух сторон, которые есть в форме, остается одна. Да, вот так. И всё. И всё. А как она должна удерживаться? Умерший результат. А там же у этого перехода должен быть какой-то результат? Результат. Результат выглядит только одним способом, что форма является чистой формой. Что невозможно. То есть мысль бывает возможна. Вот это-то является результатом? Нет. Ну, конечно, нет. Особенно. Поскольку из действительного состояния формы исчезает момент... Какой момент? То есть из предметов? Можно так сказать? Чужой момент, что падение из предметов? Как называется? Воплощенности. Мне тут ещё интересует, что вот я уже слышал. В прошлый раз ратовал за то, чтобы был некий единый принцип, да? У вас всё равно получается, что существует два принципа, да? Есть принцип развития формы и есть принцип развития предмета. И это как бы получается, что два принципа. Они как-то соединяются, разъединяются. А фактически должен быть некий монизм, да? Только вот есть только форма, а предмет всегда не конечно-то вторичным. Он определяет... Его бытие определяется только по тому, как себя ведёт форма. Форма меняется, она что-то делает, и это происходит что-то с предметом. То есть предмет всегда страдательный. Так оно и исчезает. Поэтому, как бы, когда вы говорите о двух моментах, первый момент должен был быть абстрактный – это чистота формы, а второй момент – это предмет. То есть не исчезновение формы, потому что исчезновение формы – это некий как бы результат, который невозможно видеть, да? Просто предмет появится. То есть предмет в некотором смысле ведь тоже форма. Это как бы нечто страдательное от формы. То есть есть два – либо предмет, либо как бы абстрактный момент формы. Абстрактный момент чистоты формы. Вот есть некое условие, да? Вот форма, она предшествует всему. Мы как бы мыслим это в том смысле, что она является чистой на некотором абстрактном моменте. И в то же время мы понимаем, на самом деле, что форма зависит как-то... не зависит от предмета, а она есть для другого также. Это другой предмет, да? И в следующем моменте получается, что мы видим предмет. Но это получится тогда как у Гегеля, да? В чувственной достойности. Что есть это, это и это. Может так, что сначала есть субъект, есть объект, и это две стороны как бы чувственной достойности. В каком-то смысле можно сказать и так, что есть чистая форма, одна абстракция является чистой формой, а другой абстракцией является сам появившийся предмет. Вторая абстракция возникает постольку, поскольку предмет все-таки является. Но этот момент явленности предмета в форме нет. Да. Но форма не существует, значит вообще не существует. Потому что если форма является чистой... Но если вообще не существует, то и говорить о нем нельзя. Небытия ведь нет, правильно? В каком-то смысле он существует. Вот существует как тот способ, каким форма не существует, может быть. Но что-то ведь существует. То, что предмет явлен, означает, что нету формы. Либо есть форма, либо есть предмет. Мы фиксируемся на форме и говорим, вот она форма. Фиксируемся на другом моменте, на становлении, говорим, вот предмет. Но когда есть предмет, нет формы. Когда есть форма, нет предмета. То есть мы не можем сразу взять одновременно одно и другое. Нет. Надо сказать все-таки так. Когда есть форма, нет предмета, но когда есть предмета, ничего нет. Что еще это? Что же, есть, когда есть предмета, ничего уже нет. Форма все равно, наверное, есть. Только она ни себя не знает, она знает только предмет. Нет, ничего не знает. Когда она дождите на предметы... А как тогда можно зафиксировать, засвидетельствовать, что предмет-то есть? И вообще, как его зафиксировать, это крайность? Нет, просто он зафиксировал первоначальность, это очень. А он и есть в действительном состоянии формы. Потому что действительная стоимость, если это то, что его поедет, он не становится. Что же, он не становится? Он становится, прекрасно состояли, ясно совершенно. Самый по себе. Но это все хорошо. А это тоже некая абстракция, как он говорил, да? Еще что-то сообщили, про Роу. Игорь, извините. Так. Вот. И я же хотел сказать именно, что все происходит, движение происходит из действительного состояния. Поэтому предмет есть в действительном состоянии. Но попытка его абстрагировать приводит к пустоте. Поэтому твой вопрос, куда делся предмет, как бы незаконен. Мы просто попытались его абстрагировать и выяснили, что абстрагирование применить к нему не удается принципиально. Абстрагирование применить к нему неудаченному состоянию. И все. Что у него есть, потому что он не является равноправной стороной формы. Он является другой стороной некоторого состояния, первой стороной которого является Фо. Вот это и другая ситуация. Я заткнулся на том, как назвать исчезнувшую абстракцию. Абстракцию, в которой форма в ходе рефлексии освободилась. В ходе познания себя освободилась. Одна абстракция, чистая форма, которая еще не есть в форме. Потому что она действительно есть в форме, хотя я не знаю себя как в форме. Поскольку она есть, а предмет только еще не там вроде будет, то этот момент, безусловно, и есть. И он, если он утешит этот момент, то все вроде в порядке. Этот момент выполнит мысль. Если он так не будет в действительном состоянии. Этот момент он есть. Но в сложивом и от чем мы избавляемся, когда форма не может отличить себя от предмета. Или заткнуться, как назвать это состояние. Для форма, наверное, состояние, еще на том, что с предметом, или знамя. Чуть не так. Как ты его назвать, это состояние? Какая-то сторона, которая присутствует в первом действительном состоянии мысли. В первом действительном состоянии форма. Вопрос ведь не в том, что оно есть в действительном состоянии. А в том, как назвать вот эту попытку абстрагирование ее. Вопрос в этом ведь? Нет. Попытка абстрагирования понятна. В предмете есть момент, что он все-таки возникает. И, поскольку он возникает, форма в нем не исчезает. Описание самой абстракции понятно. Вот как назвать просто этот момент, которую эту абстракцию мы там обнаружили? Ну просто, как назвать эту абстракцию? Какое-то дать ей имя? Да. Только вот зачем, собственно говоря? Она что? Она будет как-то и иметь значение для этой жизни? Ну, я не знаю. Ну ладно, хорошо. Можно действительно не так важно. Итак, мы имеем действительное состояние, в котором остается действительное состояние. Форма есть или нет становится. Или просто есть и возникает. И в нем остается только одна сторона. Это чистота формы. В результате исчезновения с другой стороны мы получаем понимание формы себя, как формы. Как причины. Абстракция, которая осталась, заключается в том, что форма есть, а предмета еще нет. То есть абстрактная чистота причинности. Абстрактная чистота причинности, где действительно существовала пустая, чистая форма, то она была бы такой, в нормальном смысле, причиной содержания. Вот она есть, предмета еще нет, и вот предмета. То есть в том, что у нас слово начинает мыслиться как предотвиваемая причина... Сознает себя формы, становящиеся содержания. Сознает себя актуальностью при потенциальном предмете. При предмете, который возможен. Напомню, все эти слова... Значит одно и то же. Быть причиной, быть формой и быть актуальностью. Форма переходит от знания собственного бытия к знанию собственной причинности. Вот знание о себе, что есть, знание того, что причина. То есть актуальность или форма. Поскольку форма переходит к знанию о себе, или знанию о себе как причины, или тождества, то предмет уже не просто становится. До сих пор мы играли просто с остановлением. Говорили, что остановление заключает в том, что с одной стороны, что еще ничего нет, а с другой стороны, что все уже ближайше появилось. Нам было достаточно остановления, чтобы, я думаю так, по крайней мере, достаточно остановления, больше ничего не надо знать о содержании, чтобы разыграть вот эту вот карту. С тем, что форма предшествует к этому содержанию, или исчезает. Чтобы разыграть эту абстракцию, ничего не надо знать о содержании, думаю я, кроме того, что оно остановится. То есть тем самым мы доказали, что форма, точнее форма себе доказала, что она необходимы в условии, да? Да. Существование предметов. Да, они просто и здесь. А необходимы условия. Но только мы недавно обсуждали, что и предмет есть необходимы в условии формы. Тоже это обсуждали, вот и говорит тут. Ну а что тут, как с того, да, следствие является обязательным условием чувствования причины. Если нет следствия, то нет причины. Это как раз простая диалетика. Даже простого причинения. Здесь можно возразить, что может причина следственная к категории не подходит для описания формы. Причина следственная, это рассуждение просто проще. Но даже для нее верно, что если одна причина другого, не значит, что другая не нужна. Просто причина обычно понимается как? Если форму не причиняют, ничего нет. То есть если причины нет, нет и следствия. А отношение формы и предмета, оно какое-то там более сложное. Ну, когда Игорь говорил, что предмет является условием самосознания формы, это вообще-то мысль верная и для простой причины, и для нашего раздового. То есть это не отменяет того, что причина переменит. Содержание. Никак не отменяет. То, что предмет нужен, как самосознание формы, никак не отменяет того, что сначала форму, потом ты. Ничего не мешает. Еще есть такая вещь, что обычно причину знают только через следствие. Это условие познаваемости причин. Как знают, что есть причина? Причину видят внутри следствия. Следствие это есть нечто, через которое видят причину. Нет причины чистой. Причина всегда светится как-то в своем следствии. То есть здесь как бы тоже должно проявиться. То есть форма должна быть причиной в своем следствии. То есть по идее на причину надо было бы выходить через следствие. И говорить, что поскольку есть следствие, значит есть ее причина. У нас получается так. Форма осознает себя по отношению к содержанию. Больше не скажет, что ничего. Форма осознает себя. Как форму выясняет, что с одной стороны есть дом, метр, с другой стороны исчезает. То она познает и на себя, и на свое состояние. И я есть, и я нет. У меня нет. То есть рефлексия невозможна в чистоте? Ну, познает по отношению к предмету. При условии становящегося предмета. У него не получается. Так рефлексия понимается как отрицание предмета? Рефлексия – это какое движение? Если предмет необходимы в условии существования формы, то рефлексия и возвращение формы в себя есть что? Форма отрицает предмет и тем самым возвращается к себе. Как у геи. То есть она действительно через предмет приходит в себе. К себе сначала она просто видит предмет там, который становится форме. А потом она отрицает предмет и говорит, вот форма. Ну, если сказать так, что форма в себе отрицает ту сторону, в которой она традиционно признается. Тогда да. Форма в себе. Опять-таки, форма нарезирует себя по отношению к предмету. Поэтому получается так. Форма в себе отрицает ту сторону, ту абстракцию, где она традиционно признается. И утверждает в себе ту абстракцию, сохранит, по крайней мере, ту абстракцию, где она добре имеет. То есть это здесь некий выбор или что такое? Выбор? Как движение происходит? Вот форма обнаруживает 2 стадии, она абстрактная. А потом предпочитает одну из них? Или как? Ну, если сарае исчезает, то что-то предпочитает. А, то есть все-таки это необходимость. На самом деле этот переход осуществляется необходимым путем. Что на самом деле процесс идет так, что форма сразу переходит в следующее состояние. Но для нас, чтобы понять, как это происходит, мы пытаемся по крайности увидеть, куда бы еще можно было двигаться. Можно ли двигаться в предмет? Нельзя. Можно ли двигаться в чистоту? Нельзя. И мы переходим сразу во вторую. Во второй шаг. Ну, в общем-то, по необходимости происходит. Никакого выбора нет. Выбор есть только в одном. Как я думаю. Выбор случается в том, заниматься рефлексивене. То есть первоначальное состояние формы, форма эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир становится, не заключает к себе беспокойство. Кого-то противоречие, какого-то... кого-то недостатка. Я не имею в виду недостатка. Поэтому само действие обнаружения разных абстракций это добрый выбор формы. Но если ты уже легче занимаешься, то даже в психологии нет. Поскольку форма совпадает с предметом, она просто исчезает вместе с предметом. Поскольку форма знает чистоту, она удерживает это как момент. И так переходит в ситуацию, в действительной ситуации, когда форма есть причина, но не дух и предметом. А причина становится вообще предметом. Это действительно нормальное состояние формы. Форма знает себя как форму, форма знает себя как причину, и в этой причине становится предметом. Поскольку форма знает себя как то, что как причину, форма узнает, что предмет не просто становится, а становится как нечто одно. Этого форму не знала, а эта форма узнала. Теперь эта форма о себе знает. Опять-таки надо проговаривать. Форма сначала нечто узнает о себе, а затем узнает нечто о предмете. Поскольку форма узнала о себе, что она тождественна, то предмет, становящийся в этой тождественной форме, он радует себе. Предмет становится как нечто о себе. То есть поскольку форма тождествен и предмет становится точно так же тождественной. Причем предмет имеет вторичность и он страдатель. Он зависит от формы. Когда форма стала тождественной и точно так же это предмет стало чем-то. Потому что тот же предмет должен соответствовать форме. Он не может сам по себе, у него нет никакой собственной воли. Он становится, и его состояние зависит от состояния формы. Если форма становится тождественной, и предмет, соответственно, подчиняется этому тождеству, точно так же становится тождественной. И, видимо, это вообще единственная возможность выжить чувственный предмет в качестве одного. Мы с вами говорили, что слово одно, и действительно одно. Потому что сказать, что становяющиеся тождеству нельзя. Становится от них это одно, и на себе не только. То есть предмет становится не тождественной, значит, неправильно я говорю. Предмет становится одним. Форма становится тождественной. Ну, можно сказать тождественной, но просто это не... Да, а предмет становится одним. Но в каком-то смысле это и есть способ, каким предмет подчиняется тождеству. Да, именно этот способ, этот предмет, причиняется тоже. То есть, коррекция. А можно еще раз про невозможность второго момента, как абстракция, форма исчезающего предмета? Почему это невозможно? Потому что, если я мыслю свое отсутствие, то я как бы осознаю противоположное тому, что я мыслю, да? Знаете, почему невозможно? Я не сказал, можно сказать. Форма о себе знает только то, что она есть. Только есть. Поэтому, если становление предмета взять со стороны бытия, и становление – это ничто. То есть, с одной стороны, это еще то, что будет, а с другой стороны – это очень ничто. Так вот, если взять становление со стороны бытия, то форма не может отличить знание о себе и знание о предметах. Потому что о себе, о предметах, она в этой стороне знает только то, что есть. О себе знает только простое и личное, а в этой стороне не взять со стороны бытия, она знает то же самое. То есть, не отличает себе от предметов и исчезает. То и другое считает. Отведем. Еще что-то. Теперь мы имеем нашу ситуацию. В тождественной форме становится один предмет. Я снова хочу заметить, что становится чувственное одно. Для хореса Анахимандры это было непреодолимо. Потому что у них чувственное одно бралось не как становящиеся. Потому что чувственное одно может быть чувственным для условий границы. А поскольку оно одно, то границы нет. Что границы нет, то оно нечувственное. И фореса Анахимандры, собственно, на этом закончили. То и чувственное, то и нечувственное. Раз одно, какая же граница. Раз нет границы, то держит чувственное. А становящиеся одно. Всегда имеют границы. Ну, я чисто феноменологически, я вот не знаю это становление в качестве одного. Можно, скажем, это назвать светом или звуком. Свет в темноте, звук в тишине. Это, кстати, чувственное одно. Поэтому я не знаю. Надо им назвать это просто одним и ума будет. Становится только одно и все. Для меня еще и молчание. Или это можно как-то интерпретировать, как, скажем, свет в темноте или звук в тишине. То есть просто свет и просто звук без дальнейшей ярости. Да. Ну, наверное, свет в детальчике, например, есть просто одно. Я не знаю. Хочешь немножко в это подумать? Ну, нет. Что-то нам не приходится. Логически, конечно, одно. Это еще одно и все слова. Не, ну, может быть, как бы с внешней позиции просто это одно есть многообразие. То одно вошло, то другое, третье. Там же это же не важно. Важно, что для формы это одно. А то, что сейчас красное, а потом, не знаю, желтое. Сейчас теплое, а потом холодное. Это ведь форма этого же не видит различия. Она видит только одно. А все различие для ей просто недоступно. Поэтому вот зачем рассуждать о том, что это такое. Если с какой-то внешней позиции надо, можно об этом рассуждать. А с позиции внутренней тут. Иначе говоря, а почему есть становление? Потому что есть много предметов, которые входят. А почему есть одно? Потому что они все для формы одинаковые. Одно и то же одно. Все, что в форму не войдет, оно и есть одно и то же одно. Самого различия, поскольку нет границы, форма не видит. Хотя различие под внешней позиции есть. Сейчас красное, потом там белое, потом желтое там и так далее. А когда не возникает таких разговоров? Что это такое может быть? Все что угодно. Может быть. Кроме этой жизни ничего не меняется. Сказать, что возникает, становятся светки материи. Сказать, что это на самом основе. Становятся светки материи. Нет, суть этого вопроса в чем состоит? Форма тождественная. И все остальное, все остальное должно подчиниться этому принципу. Но форма так устроена, она еще не может различия принять. И поэтому все остальное, что как бы этому принципу соответствует, это просто некое одно и все. О нем просто ничего у формы сказать больше не может. Это иное состояние бытия. Да, вот есть состояние бытия, когда просто форма говорит есть. А есть состояние бытия, когда есть одно. То есть уже добавилось нечто добавлено, но все равно полная абстракция. Есть одно, немногим отличается от состояния есть. Нет, становится, становится одно. Да, сначала просто становится, а теперь выяснилось, что становится как одно. Сначала мы знаем предмет только то, что он становится и все. Теперь мы знаем предмет, что он становится в качестве одного. Когда форма узнала о себе, что он это единственный, то он предмет и тем самым. А когда предмет становился, мы же говорили, что это есть со стороны формы. Со стороны предмета это становление, со стороны формы это есть. Когда мы говорили о первом состоянии предмета, то мы говорили, что он становится, и только одно из абстракций это становление является есть. Это не действительное состояние предмета. То есть и постоянное предмета, то, что он становится. а форма как там есть не помимо этих абстракций внутри вот этой реальности формы так как есть предмет становится понятно формах мы говорим что она просто есть вот есть форма да и как предмет подчиняется этому есть в том смысле что он в нем становится то есть предметы как бы нет форма есть она стоит а предмет все что все что в этом есть становится и вторая ситуация есть одно форма это что такое есть плюс одно а что такое предмет предмет это вот все что становится в этом одном форма то есть форма не в каком-то смысле о чем мы говорим есть не одно является предметом тогда получается что форма отдает свои определенности предмету то есть сначала было со стороны предмета определенность была только становление теперь со стороны предмета определенность становится что форма отдала ему такой определенность как одно благодаря тому что форма стал отождеств когда форма была хорошо задала то есть когда форма была простым есть определенность предмета состава только в том что он становится, когда форма стала не просто есть от тождества, определенность предмета стала одной. Одно, становяющееся. Да, становяющееся одно, хорошо. То есть такая логика. То есть форма изменяется, тем самым предмет подчиняется этому изменению. Да. Если вы возьмете предмета состояния, тогда форма тождества, обязательно себе, а предмет становится в качестве чего-то одного, то в нем тоже должна быть действительно обязана быть та же игра. То есть развлечение в форме двух состояний. Одно из которых как состояние, так абстракция мыслима, а другая, другая как абстракциями сторона и мыслима. Ну тут здесь немножко смешно, получается, и они дадут. Одну сторону мы выделяем как сторону, и она как сторона мыслима, только как сторона, но мыслима. А с другой получается смешно. Мы ее выделяем как имеющиеся, в качестве абстракции, а потом уже выделенная в качестве абстракции, она исчезает как абстракция. А что же она дулается, если она исчезла, если она исчезла? Это немножко забавно. Получается, как получается, но не очень смешно. но немножко смешно. То есть это метод варьирования такой. Мы пытаемся варьировать в одну сторону, пытаемся в другую. В одну можно, а в другую нельзя. Да, мы выделили некую сторону, которая действительно есть, в каком-то нормальном состоянии, но в качестве выделенной, она тоже угасает. Мы испытали ее на бытие и ее не прошло испытания. Она загрустила и померла в качестве состояния. А не была. Все, все, всех дохликов утопить, сам это интересное, это с теми, кто выжил. А вот так, уже все-таки так, вольвер родил, но вот ты не видишь, у нас же это задано самими условиями. Если предмет полностью подчиняется форме, то, конечно, он всякий раз окажется, так сказать, крайним. Что с него взять, если у него нет никакой самостоятельности, он полностью подчинен форме. Неизбежно, всякий раз форма окажется правой, а предмет неправ. Всякий раз эта форма будет выигрывать. Всякая сторона предмета абстрактная будет ничтожеством, а абстрактность формы будет чем-то. Ну, хорошо, я же согласовываю, уже пора заканчивать, выберем уже занятие, сейчас именно должны быть. Значит, форма актуальна и знает об этом. Тем самым предмет, я знаю, что он не просто становится, а становится как одно. Какие здесь моменты, которые будем разбирать в дальнейшем, с одной стороны форма причиняет предмет, то есть делает его торжественным себе, а с другой стороны, поскольку предмет плетительно причиняется, то есть становится торжественным, то форма, знающая о себе только то, что она торжественна, когда, поскольку она узнает о предмете, что он торжественен, она опять не может отличить свое торжество от торжественных предметов. Значит, с одной стороны есть акт причинения, воздействия. Форма воздействия в том, что она разносили. Поэтому надо помнить, форма воздействия активно, причиняя, в том смысле, что надо воздействия на себе, и только в этом смысле. Никакого другой активности у формы не на способы общения. форма причиняет предмет, но умирает в собственном результате. Умирает в собственном результате. Поскольку предмет становится торжественным, форма не в силу заключить свое торжество от торжества предмета. Форма, с одной стороны, есть причина порождается результат, но причина, которая исчезает в своем собственно зрительстве. Поэтому я думаю, что в любом причинении, даже в простом причинении отмышали от другого, есть эти два момента. С одной, основное, воздействие причины на средствия, а с другой стороны, результат. воздействия есть удар одного шага от другой, и результат этого удара шаги казус. То есть, во всяком причинении есть два момента. Момент причинения и результат этого причинения. Момент воздействия и результат этого воздействия. Так и здесь. есть момент воздействия формы, который можно выяснить как абстракцию воздействия формы. То, что форма превращается в нечто одно. И есть результат этого воздействия. Например, делается одним, и тем самым, поскольку делается одним, форма исчезает, как две минуты буквально. Таня, не обязательно выдержать сейчас, я плохо соображаю. Форма исчезает это предназначение. Какой выход отсюда? Это заключается для формы в том, чтобы вновь и вновь воспроизводить себя как причину. Не успокаиваясь результат. Вновь и вновь воспроизводить себя как причину предмета, не зная о результате. Это единственный способ удержать себя. Да, единственный способ удержать себя как причину. Она уже знает себя причиной, а не просто ничего. Единственный способ удержать себя как причину, это вновь и вновь этой причиной встаня. То есть форма такая жадная получается. всегда хочет быть первым она борется за беременность в буквальном смысле она помогла бы как бы успокоиться но она предмет причинила и надо каждый раз доказывать что вот она его причина то есть метод тоже мы убираем в своем результате форма умирает мы убираем этот результат эту абстракцию опрашиваем ее она скучала и померла и состоится только абстракция причинения абстракция причинения является абстракцией если брать просто как факт причинения без результата но она дает нам новое действительное состояние воспроизведения формы себя как причина предмета без какого бы то ни было угасания в результате вновь и вновь и вновь и вновь это вот то что мы называли блоков отхода все и Продолжение следует...